всем доброе утро мы завтракаем салями пармезан свежие булочки со сливочным маслом и кофе сейчас мы позавтракаем и отправимся на пляж погода сегодня просто супер чуть-чуть облака на ночь обещали дождь но дождя не было было немножечко прохладно было хорошо вчера кстати вечером в 11 часов когда мы ложились спать начался салют буквально пару минут этот салют был поэтому мы не успели застать даже если бы и хотели сейчас немножечко слабый ветерок небо чистое ну поедим и вперед я вот что тут подумал чисто вот так вот случайно заметил мы покупаем свежие фрукты и овощи что-то ложим в холодильник что-то остается на столе и вот эти вот плодовые мушки дрозофил или дрозофил и как называют блин я не знаю как они это чуют абсолютно свежие допустим персики мы купили до свежие не битые ничего эти звери я не знаю откуда они прилетают балкон открыт блин это 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 просто что-то непонятное но но против них оказывается вот как говорится опыт учит очень хорошо действует отработанный кофе допустим это в кофеварке с фильтра не спешите выбрасывать кофе если вы приезжаете сюда допустим в отпуск в апартаментах или где вы оставляете свежие фрукты в салатнице или в фруктовнице на столе стоять можете рядом на тарелочку выложить отработанный из фильтра кофе из кофеварки разложить его так разбросать его по тарелочке он отпугивает вот этих вот паразитов этих дрозофилов он их отпугивает на раз они просто-напросто исчезают в течение буквально каких-то там пяти или десяти минут это вам еще один плюс кофе еще один эффект кофе в борьбе с домашними вот такими вот мелкими паразитами которые могут прилетать и пытаться портить ваши фрукты там овощи помимо того что я рассказывал в своих этих видео об удобрении домашних растений и кактусов в частности ну что сейчас я уже почти закончил завтракать почти закончил и сейчас мы соберемся и снова пойдем на пляж а а это шишка закрытая да это закрытую шишку мы вчера нашли под одной сосной когда белки между собой дрались я не знаю как в общем одна из этих белок сбила шишку вторая видно хотела хапнуть себе эту шишку я не знаю может быть из-за этих маленьких семечек которые там внутри пока они дрались шишку мы приватизировали в общем сейчас доедает и идем плавать я надеюсь меня слышно хорошо сейчас слабенькие волны на море люди выходят купаться вода скажем так выходишь сразу к воде кажется холодная а потом буквально через сколько-то минутку постоял нормальная вода теплая быстро привыкаешь ветерок правда ветерок светит сейчас солнце и не заметишь как обгоришь вот что интересно сейчас медуз вообще нету обычно после ночи или рано утром на берег вышибает очень много медуз и сегодня сегодня вчера позавчера я медуз не видел ну выбросенных на берег не видел ни утром ни после обеда чего не скажешь про прошлый год или еще когда а вот кстати в городке лидо диесола там действительно выбивают там пляжная полоса относительно узкая но медуз там выбивает столько что невозможно ходить и тем более что еще вот наши серфинге вот доски лежат там столько выбивает медуз ходить невозможно и плюс ко всему еще они плавают большие мелкие средние и невозможно с этими медузами там справиться потому что когда плаваешь купаешься они прям рядом с тобой шуршат это немножечко так напряжно а в остальном но лидо диесола мы там были один раз мне этого хватило я понял что туда с машиной со своей приехать практически невозможно но что-то меня вчера посетила мысль о том чтобы елки-палки если удастся в следующем году уже искать другой городок например линьяно так смотрим это у нас полеты на парашютах на одного человека 70 на двоих 90 на троих 110 килограмм туплин 110 евро так это не записывают тебя на видео это у нас что катамаран стоит у нас один час 18 евро лидо дель соль это вот это район бибиона в котором мы сейчас обитаем а вот это вот офигительная вот эта машина iron jet называется и вот смотрим что они делают они гоняют они катаются цена 30 евро взрослый или ребенок в общем одинаковая цена заснять тебя на видео стоит 20 то есть по факту с моим сотовым телефоном или с моей видеокамерой здесь ловить нечего потому что блин намокнет у них камера gopro установлена на этом кораблике сейчас его правда нету у них установлена камера и если ты хочешь чтобы тебя они в любом случае снимают и чтобы тебе распределили вот это вот видео с карточкой то ты платишь еще 20 евро так вот возвращаясь к теме очередного отпуска я честно сказать не знаю пока не знаю пока мы здесь отдыхаем пока нас все устраивает и отсюда естественно сейчас сваливать это было бы глупо бессмысленно потому что заплатив такие большие деньги вдруг сказать ну вас нафиг я еду куда-то в другое место это невозможно но на следующий год если все будет хорошо чтобы все таки я поеду уже в другой городок тоже здесь в италии тоже тут вот недалеко от бибиона есть несколько хороших городков допустим латизана или линьяно линьяно маленький городок он тоже находится на полуострове как вот этот бибиона и там там пляжная полоса немножечко уже чем здесь и там тоже можно снимать апартаменты и квартиры сдаются целые дома цена намного ниже чем здесь пивиона намного ниже потому что там вот эти вот приватные хозяева вот этих вот домов которые они на лето куда-то там уезжают или сдают летом они сдают свои домики как скажем так в аренду через вот эти вот агентства туристические и можно снять я вот в прошлом году по моему в прошлом году я смотрел или в позапрошлом смотрел можно было снять на неделю домик трехкомнатный дом маленький собственный бассейн находится от моря что-то там 30 или 50 метров я фотографии видел и стоило всего-навсего что-то по моему 800 евро за неделю это скажем так жутчайшие выгодные предложения которым можно воспользоваться поэтому может быть может быть я в следующем году наверное поеду первый раз через чуть не сказал квартирное бюро через туристическое бюро вот этот турбюро посмотрю что к чему возьму координаты и потом уже буду если мне там понравится буду наверное семьей ездить уже туда тем более что в ценовом отношении вот такая классная штука в ценовом отношении она все-таки действительно получается скажу честно в четыре раза выгоднее чем сюда в бибиона в эти апартаменты этот пятизвездочный апарт-отель который мы взяли вот о пальмочки катамаранчики а вот толстый гуляет спасатели малеву ну теперь вы знаете сколько я заплатил за этот пятизвездочный апарт-отель за 8 дней пребывания здесь на море цена достаточно таким подросла хорошо подросла если скажем так возьмем большой промежуток времени шесть лет шесть лет назад я за поездку сюда за неделю платил тысячу шестьсот евро вот народ гуляет все постепенно выходят на пляжик постепенно выходят на пляж вот вот это маленький бакончик маленький пляжный базарчик они его только-только раскрывают где-то может быть через полчаса через час начнется торговля здесь тоже цены такие же как магазины как на базарах единственный минус в том что примеру ты померить не можешь ту тряпочку которую ты хочешь себе взять а так он отель монте карло 4 звездочки главное вот этот монте карло сбоку блин написано по моему три с половиной а спереди 4 такие веселые ребята так вот о чем я там говорил я уже забыл 6 лет назад вот этот промежуток времени берем на 6 лет назад я платил за поездку за неделю 1680 евро к этим деньгам нужно добавить еще скажем так грубо говоря 250 на бензин туда и обратно ну и по нормальному если так вот ну 300 400 евро на различные покупки там допустим какая-то одежда подарки может быть что-то из еды и так мелочи всякие сегодня же спустя вот столько лет за те же самые апартаменты грубо говоря приходится выкладывать уже две с половиной тысячи евро вот и смотрите сами насколько поднялась цена ну тут еще корона потому что пока была корона здесь в италии вообще туристический бизнес был на нуле в первый год когда в двадцатом году когда повсеместно ввели карантины это было просто что-то ужасное сюда в италию никто не приезжал потому что на каждом перекрестке ну скажем так грубо говоря на каждом пропускном пункте нужно было проходить этот делать пцр тест делать скоростной тест на корону куча всяких ограничений и так далее в двадцать первом году та же самая история но люди уже ехали и у меня один знакомый рассказывал когда они приехали в двадцать первом году сюда отдыхать он рассказывал ты знаешь как классно мы были одни на пляже это это получается получается весь город твой никого вообще нет вот смотрите вот как сейчас допустим да три человека четыре человека на 800 зонтиков и вот примерно вот такое вот было тогда когда этот знакомый приезжал сюда и рассказывал это просто это что-то ужасно как город призрак но горитма отдохнули свое удовольствие и потом здесь начали подымать цены потому что пока была корона итальянцы не щемали они и кое-что перестраивали кое-что улучшали одно другое третий там ремонтировали в конечном итоге когда сняли все ограничения ой блин цены естественно поднялись надо же окупить все затраты ну вот такие вот дела поэтому когда я допустим кому-то говорю вот ребята смотрите едем туда такой-то вот апарт-отель такая-то вот зона пляжа почти приватная зона пляжа павильон в котором там два шезлонга и два лежака и не вот этот как столик потом вот это вот дискомптная карта со скидкой десять процентов на завтраки в пляжном ресторане мне сразу говорят мне нету что это блин так дорого ну его нафиг мы лучше по старинке мы лучше как-нибудь так то есть то есть получается что вы экономите на деньгах скажем так заплатив 600 или 700 евро за неделю но ваши апартаменты находятся фиг знает как далеко от моря и вот это вот большой минус я вот сейчас иду уже возвращаюсь обратно к нашей пляжной зоне я не знаю как получится будет ли здесь шум ветра записан или нет я сейчас немножко блин тормознул и микрофон я с собой не взял поэтому пока я не знаю как она записывать если если запишет хорошо значит смонтирую видео если нет попытка не пытка у меня еще достаточно времени для того чтобы делать записи чтобы показывать вам море волны что там где пальма до пальмы я еще не дошел и песок ну а туристов здесь с разных стран местных здесь много очень много людей которые живут допустим в горных районах Италии или скажем далеко от моря на расстоянии там 100-200 километров здесь много местных потом сюда приезжают естественно наши русскоязычные они приезжают из Германии в основном из Польши есть тоже есть из Чехии вот русскоязычные наши туристы спасатель идет гуляет вот и кто еще у нас здесь есть испанцев сегодня встретили рядом с нами в павильоне сидят в соседнем павильоне сидят французы вот это отмель что-то я шел шел блин из этих катамаранов я не заметил шел шел и пришел ёлки палки сейчас сейчас буду выбираться но сейчас отлив сейчас отлив вода чистейшая кстати вот по поводу чистой воды давайте мы уж затронув этот вопрос поставим точку в этом вопросе раз и навсегда вот смотрите какая вода в городе Бибионы отойдя буквально километра полтора-два от центра города вот смотрите какая здесь вода это видео без фильтров без каких-то там приукрашиваний смотрите сами делайте выводы вот такие вот прекрасные волны классные обалденные такая вот чистая чистая вода несмотря на то что ночью опять был хороший ветерок обещался дождик но дождика не было ну вот сейчас пожалуйста чистейшая вода можно ходить собирать крабов ловить собирать ракушки что многие вот смотрите что многие делают мы как-то собирали собирали ракушек собирали собирали привозили домой а потом через год когда собирались ехать на море почему-то старые выбрасывали сортировали из допустим из ста штук ракушек оставляли штук пять или десять себе а остальное выбрасывали потому что мы знали что мы едем на море и опять начнем там собирать ракушки ну вот я сошел с этой отмели сейчас я иду к берегу вода немножечко прохладенькая но все равно хорошо классно солнце кстати уже припекает уже десять часов утра и солнышко припекает надо идти мазаться кремом потому что я не хочу обгореть я приехал сюда не с целью сгореть а с целью отдохнуть поэтому мне еще вон две стоят паруса от серпинга и вот эти вот два ветряных вот этих вот колпака флажки я не знаю как они называются забыл все таки давайте будем делать скидку я больше тридцати лет живу в других странах и привык разговаривать в основном только на немецком языке поэтому некоторые обозначения из русского языка я все таки уже блин забываю стерли с испаники ну еще сколько там около километрика может быть чуть больше идти приду нам мажешь кремом и пойду плавать смотрим 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 и на море ни одной медузы ни одной медузы аж как-то непривычно слушайте елки-палки привык что каждый год здесь идешь прогуливаешься то там медуза валяется то там медуза валяется а тут нифига нифига и как это вот в первый день получается что блин медуза подплыла и щипанула моего пионерца пардон за ногу елки-палки а сейчас вот ни одной медузы на берегу да вот водоросли вынесли водой но в целом нет погода хорошая солнышко сейчас спряталось за тучки погода хорошая можно уже отдыхать веселиться заниматься спортивными активными видами вот например как вот эти вот товарищи на серфингах просто на байдарочках на каное на лодочках на досках можно отдыхать сейчас возьмем мяч погоняем мяч на пляже потом поплаваем а дальше по распорядку выходного дня красиво парень едет бум приехал а вот еще один пляже и 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 водичку. Духлая она, хорошая, холодная. Сейчас увидим. Любопытных никого, я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok